Ну что ж ребятки, я вас всех приветствую, сегодня будет новое интересное видео, в котором я вам расскажу о том, как я забрал свою любимую машину, а именно BMW M5 F90, Мурка. Также сегодня последний день ивента, я подведу некие итоги, расскажу, что я забрал с ивента, выскажу свое мнение и также расскажу, как я за 2 недели заработал 700 миллионов рублей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте на этом ролике наберем 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну и конечно же не забывайте то, что игра на проекте Amazing Holy Play на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в начале игры вам конечно же поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Ну что ж ребятки, вот та самая BMW M5 F90, которую вы все любите, которую вы все знаете, я ее выкупил обратно получается, выкупил обратно за 225 миллионов рублей, почему так дорого я сейчас объясню. Как я думаю вы помните, я продал этот автомобиль, чтобы купить себе бизнес СТО в городе Арзамас. И для этого мне пришлось продать все, что у меня было, это дом, машины и включая BMW M5 F90. Продал я ее за 180 миллионов под предлогом того, что я ее выкуплю обратно потом за 200 миллионов. Потому что сами понимаете, продать этот автомобиль было довольно-таки сложно, никто не хотел его покупать за эти деньги. Только Марио Мороз согласился, у меня ее забрать за 180, с учетом того, что я у него обратно ее заберу за 200. Но забрал я ее обратно за 225 миллионов, потому что он сюда еще поставил гидравлику. Вот вы можете сами наблюдать в ПТСе, как бы третий чип, аудио, нитро, гидравлика, неон, все стоит кроме стробоскопов. Полностью я ее собирал практически с нуля, то есть я купил ее только с аудиосистемой, то есть здесь была аудиосистема и больше ничего здесь не было. Нитро, третий чип там и так далее, все я уже ставил сам, понимаете? Как я и сказал, ребятки, здесь стоит гидравлика, то есть видите, она как бы перпрыгает, попрыгунчик такой. Ох, ебать, М-приборочка, ебаный рот, блядь! Она когда без занижения, она джип ебанутый, занижения, к сожалению, на эту машину нету, то есть ее нельзя никак занизить вообще никаким образом, у нее даже в ПТСе нету занижения. То есть ее занизить нельзя никаким образом, но поставили гидравлику и теперь она, видите, она занизилась, теперь колеса лежат просто в арочках. Можете на задние колеса тоже посмотреть, видите, как они в арке лежат, что передние в арках теперь лежат, что задние. То есть занижения как бы нету, но с помощью гидравлики получилось как бы вот такое вот сделать. На самом деле, ребята, я очень рад, что я ее забрал, я за ней скучал, то есть это охуенный автомобиль, у меня его не было около двух недель, возможно, три недели, то есть я реально за ним соскучился, тачка реально бомба просто, на ней можно и подрифтить, и погонять, что на ней только можно делать, реально, тачка очень классная, нету машин на проекте, кроме M5 F90, которые приносят мне столько удовольствия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь самый главный вопрос, где я за 2-3 недели смог заработать такие огромные деньги, а именно примерно 700 миллионов рублей? Ответ довольно-таки простой, с помощью рулетки, с помощью бизнеса, и немножко я еще работал дальнобойщиком, но основные деньги я получал именно с рулетки, то есть я делал рулетку игрокам, и с этого забирал себе 10%, и за счет этого я смог заработать за короткое время очень много денег. Я хочу, чтобы вы понимали, я рассказываю вам про этот заработок не для того, чтобы похвастаться за то, что вот я такой крутой, заработал там 700 миллионов, нет, ребята. Я хочу выразить огромную благодарность всем игрокам, которые участвовали у меня в рулетке. Если бы не вы, я бы эти долги бы отдавал очень и очень долго, и отдавал бы, наверное, 2 или 3 месяца. Поэтому всем ребятам, которые участвовали у меня в рулетке, я выражаю просто огромную благодарность. Благодаря вам у меня получилось очень быстро накопить деньги и отдать долг. Вы не думайте, что я вот заработал денежки, отдал долги, и как бы не будет отдачи от меня. Отдача от меня уже есть, вчера я ночью стримил, получается, на мероприятие я потратил около 5 миллионов, также сделал раздачу на 20 миллионов, поэтому от меня, ребятки, отдача также будет. Приходите ко мне на стримы, там я буду проводить мероприятия, буду раздавать денежки, делать конкурсы. То есть вы мне в свою очередь помогли долг отдать там, я накопил очень много денег, я в свою очередь вам как бы сделаю тоже приятный, буду делать розыгрыши, мероприятия там и так далее. Ну что ж, ребятки, как вы знаете, сегодня последний день ивента, то есть ивент новогодний подходит к концу, он был довольно-таки интересный, довольно-таки прикольный. Больше всего мне понравились квесты, они были, конечно, очень сложные, у меня очень сильно жопа горела, особенно на паркуре. Также я не мог долгое время найти предметы, около трех дней, это тоже было сложно. Но в целом было 28 заданий, то есть 28 заданий вам нужно было пройти, чтобы полностью пройти квестовую линию. Я считаю, что это очень круто, то есть в плане квестов мне все очень сильно понравилось. То есть в плане фарма они сделали все на высшем уровне, вы можете как бы и квесты пройти, залутать опыт и снежки, можете как бы пофармить на многих играх, то есть там, где вам больше нравится, там вы и могли фармить. И фарм был реально везде хороший. По поводу Амазинг Пасса, мне удалось прокачать всего лишь там 74 уровень, то есть до конца я, к сожалению, прокачать его не смог, ребятки. Если честно, очень сложно как бы его качать, ну лично для меня, потому что у меня пассы на свет выключали, то интернета не было, то времени не было, поэтому для меня полностью прокачать пасс было реально очень сложно, поэтому у меня это не получилось. За весь ивент я нафармил где-то 60 тысяч снежков, плюс-минус, я точно не помню, но где-то в районе того. Насчет призов и что я в принципе забрал с ивента, я получается забрал все аксессуары, это то, на что мне изначально хватило снежков, и получается пасса. По поводу автомобиля, я считаю то, что цены в принципе нормальные, потому что М3 пиздатое, Тесла пиздатое, но ВНЛ-ка, конечно, переоцененная. Просто суть ивента заключалась в том, не чтобы ты купил снежки и купил себе что-то, а суть ивента заключалась в том, чтобы ты нафармил и купил это за снежки, понимаете? То есть вот хочешь ты себе фуру ебать, нафармил, купил ее за снежки, тебе не нужно тратить виртуальную валюту. Те, конечно, у кого есть бабки, те как бы скупали снежки и покупали как бы вот таким вот образом, потому что им было лень фармить. Насчет цен тюнинга, то есть нитро-гидравлика, я считаю отличная цена, то есть я сам одну гидравлику забрал, аудиосистема дорогая, но как бы ее можно купить у игрока, допустим, за 100 миллионов. Стробоскопы, очень редкая и классная вещь, которую все хотят видеть на своем автомобиле, 220 тысяч снежков, я считаю нормальная цена. Ну и самое дорогое, это ультратанк, самая пиздатая машина на проекте, которая только может быть, но я считаю, что она этих денег стоит, потому что она реально имбовая, пиздатая и классная. То есть если у вас есть возможность, забирайте этот автомобиль, пока еще вет не убрали. Так, заходим мы на аукцион снежков, то есть мы здесь можем посмотреть то, что люди еще их продают. Я бы на их месте просто бы их обменял там на аксессуары, на билетики там и так далее. То есть просто потратив все снежки хотя бы на что-то, чтобы они просто не влетели в никуда. Ну что ж, дамы и господа, на этом моменте я буду заканчивать. Будем ждать этот ивент в следующем году. В этом ролике я вам рассказал, как я забрал импятую, как я заработал денежки, рассказал свое мнение про ивент, что я забрал света там и так далее. Я считаю, что видос получился интересный, насыщенный и прикольный, поэтому от вас хочу видеть максимальную активность. Давайте на этом ролике наберем 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а так, все ссылочки есть в описании, заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Приходите на стримы, там будут мпшки, розырыши, максимально буду вас баловать, поэтому всех обнял-приподнял, всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...